Здравствуйте, мои дорогие! Давайте посмотрим на романтическом Таро. Что у нас там у мужчины, как дела происходят? Наш любимый расклад с вами. Его мысли, чувства, действия по отношению к вам. Вспомните, пожалуйста, своего мужчины. Настройтесь, пожалуйста, на расклад. А мы с вами начинаем. Итак. Итак, четверка кубков сразу у нас идет. Мужчина почему-то сдерживает себя в чувствах. Давайте смотреть, почему он там себя сдерживает в чувствах. Да, проявляет прям мастерство, знаете, в сдерживании себя, в сдерживании своих чувств. Вот мужчина у нас, собственно говоря. Товарищи Жезловы, обратите внимание. Король Жезлов. Так. Здесь у мужчины есть романтические мысли, такие, знаете, встреч, свидания, обжимашечек, улыбашечек. Ну, смотрите-ка, как-то это вот прям себя так держит, да, вот, то есть вот проявляет недюжинную силу, сдерживает себя и отказывается от этих кубков, да. И тут же опять вот нам говорят как-то сторониться. Почему? Потому что есть какой-то выбор, да. Какой-то выбор. Закрывается все-таки мужчина, как-то это ограждает свою территорию. Уходит в работу целиком и полностью трудится, зарабатывает денюжки. То есть, в принципе, по мыслям-то у него, смотрите, он вроде бы как и почему-то боится сдерживать себя, принимать чувства. Есть страсть, есть желание быть вместе, есть желание любви, встречи. Ну, опасается, опасается как-то придерживать себя. Не, ну, тут как держи-не держи, то страсть просто, знаете, вперед тащит. Буйволы какие вперед едут, да. Здесь мужчина хотел бы с вами встречи, абсолютно точно. Хотел бы свидания, хотел бы поговорить, хотел бы обсудить дальнейшие перспективы, хотел бы работать над этими отношениями. Ну, что тут скажешь? Любовь у человека, понимаете, по отношению к вам. Любовь. Он вас любит, абсолютно точно. Так, что у нас тут за меч раздора началось? Что тут, розу разрезаем, любви. Магические. Апа, тут у нас идут. Господи, разбитое сердце. Что тут, выяснение какой-то отношений. Какой-то прям непонятный, да, ребус. Вот, ни с того, ни с сего, да, выяснил отношения, отрезал это все. И лежит не то мертв, не то жив, с разбитым сердцем. Еще указывает на то, что, возможно, участвуют третьи лица. И что за удачу ты хочешь поймать за хвост? Что за шанс? Ну, в какой-то шанс, какой-то мечевой королевой хочет. Поэтому разрезал все, да? Угу. Шанс на зарабатывание денег, на перспективную, богатую жизнь. Потому что здесь девятка пентаклей, это говорит о... Извините, который день уже болеет. Девятка пентаклей у нас говорит о сытости. Оно хочется сытости, понимаете? Чтобы вот во всех, я просто слово отыскала, подходящее. Вот хочется ему сытости. Какой-то вот с вами отрезал, да? Ушел прямо вот в стагнацию. Я говорю, не то жив, не то. Тут главное, любовь, романтик, такие чувства. Думаю, ой, какой расклад классный пошел. Нет, посмотрите-ка. Внесли раздор. Прям карта мага, может быть, даже и по магии, знаете ли. Все может быть, как Капперфиль, да? Отрезал вдруг раз и исчезло, как будто ничего не было. Самому же больно, сам же упал с этим разбитым сердцем. Он говорит, ну нет, нет, у меня шанс. У меня денежный шанс с этой мечевой женщиной. С этой холодной мечевой женщиной, которая даст мне денег, поможет мне. Я буду счастлив. А будешь ли ты счастлив? Да нет, говорит, ложь, обман, предательство, коварство, подставы. Люблю-то я, говорит, жезловую королеву, как он и сам. Видите, любит-то он вас. Ушел, говорит, от тебя, говорит. Разлил, говорит, свои кубки. Оставил свою любовь. А, слушайте, тоскует, да, страшно. Сидит, переживает, тоскует. Я же говорю, здесь так шла романтика, встреча, желание, боязнь лишнее слово сказать. Желание посмотреть в глаза, увидеть, прикоснуться. И тут раз такой... Разлетелись в разные стороны. Побежал, побежал, пентаклем, поманили. Говорит, давай, давай, иди сюда. Говорит, люблю тебя. Мечтаю, вспоминаю о тебе. Карта воспоминаний. Сидит, вспоминает, как ему было с вами хорошо. Как ему было с вами замечательно. Какие-то добрые, приятные моменты вспоминает. Что-то ты хотел-то. Подглядывает еще где-то. Посмотрите, какой хитрец. И где-то там подглядываешь, так, господи. Прям даже интересно. Слушайте, ну, любовь, говорит, я ее люблю, поэтому и подглядываю. Что-то скажешь-то человеку. Он говорит, дороги-то к ней теперь закрыты. Все, что мне остается, говорит, так вот тихонечко подсматривать. Потому что я без нее, говорит, нищий болван. Вот такой вот, говорит. Прошу две карты. Хочу любви с ней, хочу встреч с ней. Хочу вообще десятку кубков. Это совместного житья, бытия. Семьи хочет в своем месте. Я же говорю, тебе себя что-то так колдовали, очаровали. Что случилось-то? Вот посмотрите, что творится у человека. Дальше что? Обалдеть, можно. Он говорит, ты моя судьба, ты моя жизнь. Ты должна быть моей. По Ярофанту, представляете? Вы должны быть... Это я хочу, чтобы мы вообще с тобой официально были вместе. И дальше вот это идет десятка мечей. Говорит, ну, все умерло, все совершилось. И путей, дорог обратно нет. А будут ли дороги? Вообще-то как-то это разрешится ситуация? Нет, говорит, все умерло. Она меня не захочет видеть. Видите, карта смерти. Говорит, все умерло. Все наши отношения умерли. А зачем ты так сделал-то? Ну, погнался, говорит, с деньгами погнался. За возможностями. За желанием жить лучше. А на мое солнце я без нее, говорит, с ума схожу. Так и будешь страдать. Буду ждать от судьбы шанса колесо фортуны. Буду ждать своей судьбы. Она не просто так в этой жизни. Она моя карма, она моя судьба. А действовать-то будешь или нет? Да мы уж поняли, что ты. Он говорит, я же ушел, говорит, к другой. Я стою там, она говорит, тоже от меня оградилась. Хочу, говорит, встречи, свидания. Будешь что-нибудь делать для этого? Ой, говорит, она вообще мое наслаждение. Говорит, я вообще с удовольствием насладилась бы ей. Эгоист. Ну, карта свадьбы. Конечно, он хочет к вам. Очень хочет к вам. Скорее всего, этот мужчина будет действовать, но не сейчас. Он еще сидит, переживает, что все умерло. Лучше не возродить. Но говорит, что вы ему по судьбе. Он понимает, что вы ему по судьбе. Он понимает, что сделал что-то не так. Но хочет двигаться к вам. Будешь двигаться? Будет двигаться. Будет. Видите, идет на свидание с букетом цветов. Будет двигаться. Ну, я так понимаю, тебя долго надо ждать, пока ты созреешь еще. Ну, да, говорит, я пока еще. Это, говорит. Что? Подожди-ка. Он вас вообще видит, своя женщина, императрица. Просто женщина для семьи. Нет, будет писать. Писать будет он. Ты моя любимая, говорит. Люблю тебя очень. Говорит, твой король. В этом раскладе мужчина абсолютно любит женщину. У него что-то там совершилось. Почему ты ушел-то? Разрушил отношения. Говорит, дурак, потому что был. Погнался, говорит, за возможностями. Королева тут мне, говорит, пентаклевая обещала что-то. И я, говорит, своим мозгом рассудил, как король мечевой, и побежал туда. А там, говорит, слезы, разочарования, ничего нет того, что обещали. Ну, я, говорит, свою империю хотел построить. В итоге, говорит, тяжелый груз поимел. В итоге, говорит, нищета. Ничего нет у меня на самом деле. Любовь моя. Ну, вот. А любовь мне, говорит, вот она, моя любовь. Я, говорит, король в любви. Сижу, вспоминаю ее постоянно. Как отшельник. Потому что люблю эту женщину. Хочу быть с этой женщиной. По карте отшельника пересматривают мысли. Сейчас пока висит. Потому что еще не отработал кармические уроки. Не прошел. Закрыт его, пока высшие силы не пустят. Да. Будет действовать. Будет, да. Но не очень быстро. Все, дорогие мои. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всего доброго вам. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok